Цинизм чиновников снова пробивает дно в Челябинской области. Семье из поселка Муслюмова, потерявшей дом на пожаре, пообещали помолиться. Это слова местного главы. Подробности истории в репортаже моих коллег. Возгорание произошло из-за машинки стиральной. Получается, полностью сгорела машинка, холодильник, пол, повреждены окна. Семья Гафаровых теперь вынуждена спать и обедать на улице. Пожар сделал дом непригодным для жизни. Все могло быть еще хуже. Только по счастливой случайности огонь не перекинулся на газовое оборудование. Если бы дошло до газа, было бы печально. Сзади машинки, видимо, труба расплавилась, и потекла вода, и все потухло. Когда начался пожар, Гафаровы были в гостях в Челябинске. Самое удивительное, соседи, которые наверняка почувствовали запах гаря, даже не попытались вызвать огнеборцев. Отсутствие справок от сотрудников МЧС стало причиной конфликта с местным главой. Он просто не поверил семье, что дом сгорел в результате несчастного случая. Все. Он сказал, что никого нет. То есть вы самодостаточные, все взрослые, работаете. То, что можете, ну как бы, все сами. Я, говорит, за вас помолюсь. Мы решили встретиться с циничным чиновником. Пошли к нему прямо домой. Сделать. Потом дать справку. Согласно этой справке. Мы тогда бы опросились, если у них они малообеспечены, или что, так мы обратились в социальную защиту. Где-то помогла бы социальной защитой. Обратились бы к главе района, что вот такая-то семья, многодетная, или какая-то сгорели. Дом сгорел у них. Ниля Гафаровна просто хотела попросить помощи. Не обязательно деньги, можно и стройматериалы. В одиночку ей не восстановить сгоревший дом. Вызвали бы, посмотрели. Просто говорить вот так вот, когда случилось, ну как бы не особо приятный такой случай. И он говорит, может быть, вы сами подожгли. Это, ну, мне кажется, неправильно. И даже если семья соберет все справки, рассчитывать на большую помощь от чиновников не стоит. Пару тысяч рублей – это потолок. Соседи тоже не помощники. Они пожар не заметили. Остается надеяться только на родственников и на молитвы главы Муслюмова. Ольга Кокшарова, Юлия Сафронова, Виктор Кочергин, 31 канал.